Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Сегодняшнее евангельское чтение посвящено очень важной теме Первенству, власти Вот это стремление к тому, чтобы быть первым Уж если не первым, то по крайней мере быть во власти Над теми, кто вокруг тебя Над теми, кто может быть далеко от тебя Все зависит от человеческих амбиций Одному хочется быть первым в небольшом коллективе В семье, всенепременно, конечно Кому-то хочется быть первым уже в большей группе людей Но кто-то стремится быть первым над многими и над многими И вот в сегодняшнем евангельском чтении Мы находим такие слова Господа Кто хочет быть первым, да будет всем слугой А кто хочет быть большим между вами Страшные слова Да будет всем рабом А что это означает? А это означает, что слова Спасителя Раскрывают подлинный смысл того, чем должна быть человеческая власть и первенство между людьми И чем выше и значительнее эта власть Тем большая обязанность и ответственность Этими словами возлагает Господь Ведь что такое слуга? Это тот, кто для другого живет и работает Но у него еще, конечно, есть какое-то время для себя Он отработал, отслужил, пришел домой, а там он более-менее свободный А вот уж если хочешь быть совсем большим Ты должен стать для всех рабом Это значит, даже домой придя Ты не имеешь права Освободиться от той огромной ответственности Которую тебя Господь призвал И всех тех обязанностей, которые Господь на тебя возложил Чем больше и выше человек поднимается по лестнице власти Тем большая ответственность А если большая ответственность То у человека суживается пространство всего Что касается его личности Сокращается пространство личной жизни Интересов, свободного времяпрепровождения Получения удовольствий Все это поглощается Этими поразительными словами Спасителя Больший будь как раб То есть ни свободы у тебя Ни свободного времени Никаких удовольствий Ты весь должен отдать себя тому служению К которому тебя Бог призвал И только тогда Будет нравственно и духовно Оправдана твоя власть над другими людьми И более того Только тогда И люди будут воспринимать Твое участие во власти С уважением И с благодарностью И с послушанием Сегодняшнее евангелийское чтение По крайней мере вот эти отрывки Которые я сейчас процитировал Надо было бы чтобы все начальники У себя бы повесили Либо над кроватью Либо поставили на письменный стол И подумали бы о том Что это ведь не человеческие слова Быть слугой и быть рабом Это божьи слова И только так человек во власти Оправдывается перед Богом И становится авторитетом И любимым лидером Для народа Кстати это хорошо заметно из истории Не буду сейчас перечислять Известный персонали Из нашей отечественной истории Но совершенно очевидно Что чем царь Или полководец Больше отдавал самого себя Делу которому он служил Чем более беззаветным Преданным этому делу Был его весь образ жизни Тем больше любви Стяжал такой царь Или полководец Среди народа Ну для того чтобы назвать По крайней мере Одну историческую личность Я бы хотел вспомнить Александра Васильевича Суворова Генералиссимус Достигший самого высокого Воинского звания Но каким же простым Он был среди солдат Его любили как отца Он ел из миски Ту же самую похлебку Которую ели и военные Обычные, рядовые Он был вместе с ними Замечательная картина Переход через Альпы Суворова с его армией Он не где-то там По уютной дороге Спокойно спускается Он скруче Летит вместе со своими воинами Это, конечно, образ Но образ, который впитал в себя Знания о жизни великого полководца Другими словами Кто хочет быть первым Пусть будет слугой А кто хочет быть большим Да будет рабом И это не гипербола И это не притча Это прямое указание Это прямое обращение Ко всем, кто во власти И вот тогда Власть становится Близкой народу Она поддерживается народом И носитель такой власти Становится Любимым руководителем И даже национальным героем То же касается и церкви Здесь ведь тоже власть Духовная власть Но под этой духовной властью Многие люди И вот Когда призывается Священнослужитель К особенно высокому служению Когда призывается Стать епископом церкви Когда подымается По этой лестнице Иерархической То как важно Чтобы с каждой Новой ступенькой Все отчетливее Отчетливее Возникало сознание И утверждалась Мысль о том Что каждая Новая ступенька По которой Человек подымается В том числе И служа Господу В церкви Это новая ступенька К новым подвигам И к новым трудам Вплоть до полной Отдачи себя Тому делу Которому Господь Нас призвал Но конечно Эти слова Имеют отношение Не только К тем Кто во власти Под властью Мы понимаем Действительно Руководство Значительными Коллективами людей Но ведь То же самое И в семьях Когда муж с женой Борются за власть Они должны понимать Что тот Кто одерживает Победу И действительно Становится Первым Несет Всю ответственность За семью За то дело Которое он решил Возглавить Власть в семье Это не тот Кто переговорит Другого И не тот Кто громче Кричит на кухне И не тот Кто может Кулаком Стукнуть по стулу Власть в семье Это Первая очередь Отдача С себя Того Кто эту власть Имеет Полная Отдача С себя Во благо Мужа Или жены Детей И всех тех Кто в семье Вот если Именно таким образом Мы будем Воспринимать Власть Как служение Даже как Рабство Во благо Других людей То тогда Резко сократится Количество Карьеристов Потому что Человек Стремящийся Только подниматься По служебной Лестнице Он Неблагонадежен Для царствия Небесного На нем Ведь не Исполнятся Сегодняшние Слова Господа И Спасителя А значит И участие Власти Не принесет Благо Ни самому Такому Человеку Ни тем более Тем Над кем Он Поставлен Пусть Сегодняшнее Вангельское Чтение Вразумит И Успокоит Всех тех Кто стремится К большей Власти И особенно Если Вот Одномоментно Этой Власти Не обретает Успокойтесь Мои братья И сестры Подумайте И подумайте О сегодняшних Словах Господа И Спасителя И может быть Не будет Уж такой Невероятной Ревности Ревности О том Чтобы Вступить Еще На одну Ступень Которая Будет Возвышать Вас Над окружающими Вразумленные Божественными Словами Господа Обращенными К Его Ближайшим Апостолам Будем Мы Стараться Именно Таким Образом Относиться К тому Что есть Власть Или Первенство В любом От самого Малого До самого Большого Коллектива Людей И тогда Власть Будет Прочным И Узо Соединяющие Людей В этой Общностью Над которой Тот или иной Человек Поставлен Будут Крепкими И Нерушимыми Может быть В том числе И от правильного Понимания Власти Зависит Единство Народа Дай Бог Чтобы Это единство В нашем Народе Постоянно Укреплялось И чтобы Власть В том числе И в нашей Стране Всегда Помнила О тех Великих Словах Которые Сегодня Господь Всем нам Сказал Через Своё Ивангельское Повествование Аминь С воскресным Днём